В Нарьинмаре с 30 апреля запрещен выход на лед. Соответствующее постановление подписано главой города Олегом Белаком. Средняя толщина льда на реке Печора составляет 85-90 сантиметров. Замеры ледового покрова провели специалисты Объединенной гидрометеорологической станции Нарьинмара. Измерения проводились на участке от села Великовисочное до острова Эйхерев. На обследованном участке наблюдается преимущественно ровный ледостав, торосов нет. Замеры льда на реке Печора производятся для прогнозирования вероятности возникновения опасных гидрологических явлений – заторов. По результатам исследований определяется толщина льда, высота снега на льду, глубина погружения льда и другие параметры. После чего мы можем уже сделать выводы. Будут у нас формироваться заторы на некоторых участках, заторы опасных участках, как правило, это происходит, либо не будут. И вот по нашим результатам обследования, которые мы провели 27 мая, мы выявили, что лед у нас по своей структуре неоднородный, что он в среднюю толщину имеет порядком, наверное, 67 сантиметров, если рассмотреть всю протяженность нашего обследованного участка. Очень много мест, где существует прослойка воды в толще ледяного покрова. Торосы мы не выявили. По рекомендациям, которые объединены гидрометриологической станцией Наринмара, согласованы с отделом речных прогнозов Севгидромета, при прохождении ледохода на реке Печора не понадобится проведение взрывных работ. Также нам необходимо обратить внимание на прохождение ледохода на участках, которые мы выделяем. То есть это район Оксина и у острова Эйхере. Мы также будем наблюдать за уровнями и за ледовой обстановкой. Вот там возможны заторы, но при более высоких уровнях они, конечно, нам не доставят неудобства, то есть они могут пройти. Во время паводка на реке Печора будет выставлено 13 временных гидрологических постов и 8 постоянных. Сроки прохождения ледохода не меняются. 25 мая с погрешностью плюс-минус 7 дней. Ожидаемый уровень воды 600 сантиметров при заторе. Мария Даник, Телеканал Север.